быстрая проверка геометрии рамы при покупке велосипеда б.у. смотрим на велосипед снаружи нигде ли рама не погнута нигде ли перья не погнуты нету ли каких-то дефектов потому что бывают иногда дефекты которые незаметно и вот сейчас мы попробуем их найти и так значит по вилке проверяем все швы смотрим ли нету ли каких-то трещин на всех швах везде обязательно проверяем перья нету ли вот здесь вот никаких трещин потому что вот это вот очень место такой хрупкой который быстрее всего ломается мостик может вот этот перемычка называется мостик нижний мостик и верхний мостик надо проверить швы что здесь все хорошо и конечно смотрим на дропауты здесь травм очень хорошие усиленно такая мощная здесь проблем никаких нет далее смотрим на заднее колесо это очень важный момент и так заднее колесо у нас вот здесь вот и вот здесь вот справа и слева от колеса зазоры визуально одинаковые соответственно и снизу здесь вот между колесом и рамой и с этой стороны у нас зазоры визуально одинаковые то есть вы вот так вот смотрите и глазами оценивать если у вас допустим здесь зазоры одинаковые а снизу немножко разные значит скорее всего вас рама кривая или наоборот у У вас снизу зазоры одинаковые, а сверху у вас зазоры разные, то есть колесо стоит по-другому, значит, скорее всего, рама кривая. Если же зазоры с одной стороны, допустим, вот здесь вот больше, здесь меньше, и снизу также вот здесь больше, а вот здесь меньше, то это кривое колесо. То есть либо колесо искривлено, либо сам зонт у него неправильно. Что такое зонт? У вас вот здесь вот стоит кассета, соответственно, с этой стороны у вас колесо дальше от дропаута. И здесь спицы у вас натянуты по-другому, не так, как здесь. То есть здесь они стоят под таким углом острым, а здесь они практически прямые колесу. Вот этот зонт нужно вытягивать таким образом, чтобы зазоры справа и слева от колеса были одинаковые. То есть это очень важно, нужно проверить, иначе у вас колесо будет ехать куда-то вбок. То есть они, передние и задние колеса, эти два колеса будут не соосны. У вас одно колесо будет ехать прямо, а второе будет ехать вбок. Для этого нужно проверить обязательно вот эти вот зазоры. Есть много других способов для проверки То есть берется, допустим, нитка Привязывается вот сюда нитка И протягивается до Вот этого места Рулевого стакана и тянется по той стороне до конца И изменяются расстояния От подсидельной трубы До нитки Эти расстояния должны быть абсолютно одинаковые Вот, но это все Ну как бы долго сложно Поэтому просто визуально нужно проверить Что у вас колесо стоит ровно И крутится ровно Точно так же и с вилкой вы смотрите Что у вас Руль, вилка и колесо Находятся в одной оси Вот здесь видно, что криво стоит Вынос И руль, соответственно, у вас стоит криво Иногда бывает, что сам руль кривой деформирован Иногда бывает, что Вот эти вот оси криво деформированы То есть вообще вот такой вот кривой Из завода сделан, изготовлен Вынос, это нужно все проверить И, соответственно, точно так же мы смотрим на колесо То есть у вас зазоры Справа и слева от колеса должны быть одинаковые То есть и внизу По втулке И наверху По этой вот части Эта часть называется горилла То есть то, что соединяет две половинки и вилки Если у вас есть какое-то изменение геометрии Колесо стоит криво, то либо вилка кривая Либо колесо кривое Это нужно вот сразу учитывать, потому что это Дополнительное вложение То есть вы купили велосипед, вам придется либо колесо править, либо вилку менять на другую И также вот мы смотрим на раму У нас вот эти две ноги Две половинки вилки должны быть строго параллельно рулевому стакану Если вот какой-то вот такой изгиб, то возможно деформирована вот эта часть То есть вы отошли на глаз, примерно посмотрели, что у вас все в одной плоскости Точно так же мы смотрим, что у вас в одной плоскости рулевой стакан и подсидельная труба Что не вот так нет никаких искривлений, что не повело раму Это все делается на глаз Если необходимо, то это измеряется нитками или специальными станками, специальными правками, провилками Проверяем также различные крепления То есть вот эти бонки, что здесь ничего не болтается, ничего не вырвано Смотрим, что у вас подсидельный штырь ровно стоит, что он не загнут То есть нужно визуально осмотреть на то, что никакая часть рамы не искривлена Это очень важно, иначе велосипед, во-первых, может быть поврежден Это опасно, он может развалиться Во-вторых, он просто может не прямо ехать Посмотрели, удостоверились, что все ровно, тогда можно велосипед покупать